Сегодня свою оценку наступления ВСУ дали в генштабе вооруженных сил Эстонии, в частности начальник эстонских сил обороны полковник Ээра Реба. Он считает, что важнейшие для текущего этапа войны события происходят именно в Запорожской области, где ВСУ продолжает наступление и на отдельных участках прорвали оборону оккупантов. Здесь речь идет о так называемой линии Суровикина в Запорожской области, которая усеяна не только минными полями, но и противотанковыми заграждениями и системой окопов и блиндажей. А также начальник генштаба сил обороны Эстонии добавляет, что российские силы пытаются контратаковать и тем самым как бы отвести украинские силы от Запорожской области в направлении Лимана и Кременной. Но там россияне не добились успеха, несколько месяцев они это пытаются сделать, но не получается. Кроме этого, с моральной точки зрения важно то, что происходит в районе Бахмута, где ВСУ достигли тоже определенных территориальных успехов, потому что это вот наступление под Бахмутом напрямую связано с наступлением в Запорожской области, потому что россиянам приходится туда кидать определенное подкрепление, что не позволяет им их бросить на Запорожское. Хотя дальше начальник эстонского генштаба добавляет, что для развития успеха на Запорожском направлении и углубления прорыва оборонных линий оккупантов ВСУ придется привлекать дополнительные силы. Ну и вопрос здесь состоит в том, как быстро это удастся сделать. Также начальник генштаба Эстонии отметил, что украинские силы обороны нацеливаются на военные объекты оккупантов, чтобы оказывать давление на логистическую систему России. Но еще он добавляет, что россияне действительно, вот по его наблюдениям, постоянно прибегают к террористическим атакам по мирным украинским городам сразу после того, как ВСУ добиваются каких-либо успехов на фронте. То есть таким образом, ну они сознательно это делают, чтобы отвлечь внимание, во-первых, россиян, а во-вторых, для того, чтобы попытаться как-то запугать украинцев. Но, впрочем, помимо оценок генштаба Эстонии, конечно же, нужно рассмотреть и другие данные аналитиков. В частности, вот проект Дипстейт сообщает, что украинские бойцы во время наступления на юге продолжают давить на противника и смогли продвинуться к западу от Работиного. При этом возле Навопрокоповки и Вербового не утихают достаточно тяжелые бои. Спикер сил обороны таврического направления Александр Штупун подтверждает, что украинские военные продолжают продвигаться у Работиного. Защитники хоть и не быстро, но выдавливают врага, говорит Штупун. Кроме того, он подтвердил, что россияне перебрасывают в направлении Работиного свои подразделения воздушно-десантных войск. И оккупанты пытаются наступать вот в районе Работиного, но безуспешно. И вот в британской разведке по этому поводу добавляют, что россияне вынуждены снимать свои подразделения с других направлений, чтобы перебросить их под Работина. Это, в свою очередь, может ограничить способность оккупантов наступать на других участках фронта. Ну и кроме того, в британской разведке тоже подтверждают продвижение ВСУ на Бахмутском направлении. То есть, плюс еще в британской разведке добавляют, что передислокация оккупантов, она тоже, скорее всего, свидетельствует о большом давлении на вот эти оборонительные линии оккупантов, особенно вокруг Работиного. Что касается Бахмутского направления, то проект Дипстейт сообщает, что на этом участке фронта силы обороны продолжают вытеснять врага в Клещеевке, и возле Андреевке. При этом, здесь аналитики говорят, что российским оккупантам вроде как удалось незначительно улучшить свои позиции у Курдюмовки. Хотя дальше Вашингтонский институт изучения войны добавляет, что за прошедшие сутки ни одного подтвержденного продвижения россиян в этом районе зафиксировано не было. При этом в генштабе ВСУ сообщают, что оккупанты одновременно пытались вести наступательные операции вблизи Орехова-Васильевки, Клещеевки и Андреевки. В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Малер еще 7 сентября сообщала, что российские войска применяют различные тактики на Бахмутском направлении, пытаясь где-то отвлечь украинские силы, где-то попытаться разбить сосредоточение украинских сил. Следовательно, сейчас россияне действительно пытаются атаковать на Бахмутском направлении, но контроль за ситуацией все равно остается за ВСУ. Также следует добавить, что институт изучения войны приводит данные о том, что украинские войска активизировали наступательные действия и продвинулись вдоль админграницы между Донецкой и Запорожской областями. Речь идет в частности об активизации наступательных действий на линии Наводонецкая-Навомайорская. Это получается юго-восточнее Большой Новоселки. Но дальше проект Deep State сообщает, что якобы на Бердянском и Таврическом отрезках фронта изменений не зафиксировано. Поэтому прежде чем сделать выводы по поводу этого направления, конечно же нужно дождаться официального заявления Генштаба ВСУ. Добавлю также, что накануне спикер оперативного командования ЮГ Наталья Гуменюк заявила, что украинские операции в Херсонской области могут заставить российские войска оттянуть свои резервы из оккупированного Крыма. То есть это лишь подтверждает, что работа ВСУ по врагу на левом берегу Днепра, она продолжается, несмотря на то, что возможно она не так активно освещается. Ну а сейчас вот аналитики Института изучения войны уверяют, что российские оккупанты на фоне наступательных операций в ВСУ меняют свою систему командования и управления. Они пытаются активизировать усилия по внедрению доктрины огня и адаптируют развертывание комплексов РЭБ. При этом враг все-таки испытывает трудности с руководством подразделениями. А в частности речь идет о том, что после целой серии удачных ударов ВСУ оккупанты фактически вывели свои так называемые штаб-квартиры, то есть главные командные пункты, за пределы досягаемости большинства ударных систем ВСУ. А вот эти передовые командные пункты, они завели за линию обороны, окопались, закопались и так далее. То есть командование оккупантов пытается спрятаться подальше от огня ВСУ. И в первую очередь это касается, конечно, командных пунктов россиян. Ну и кроме того, аналитики добавляют, что оккупанты в силу дефицита снарядов начали переходить от тактики массированных ударов артиллерии к более точным атакам. Дальше приведут цитату из сводки Института изучения войны. Как она есть. Российские вооруженные силы усилили связь между разведывательными системами и артиллерийскими подразделениями, чтобы повысить точность огня, так как российские вооруженные силы сталкиваются с возрастающими ограничениями собственной способности вести массовый огонь непрямым наведением. Российские силы предпочитают точность ударов, а не количество, поскольку им не хватает боеприпасов для поддержания массового огня, испытывают трудности с транспортировкой большого объема боеприпасов к линии фронта и видят снижение эффективности массовых ударов. Российские врачи Продолжение следует...